Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю рецепт очень быстрых, простых и вкусных пирожных. Делаются они на основе рецепта наливного пирога и выпекаются прямо с начинкой, поэтому процесс не занимает много времени. В качестве начинки подойдут любые ягоды или фрукты. Я использую черешню, можно даже взять готовое варенье. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. К яйцам, желательно комнатной температуры, я добавляю соль, ванильный сахар и сахар. Сболтаю ручным венчиком. Для ускорения процесса вы можете воспользоваться миксером. Вливаю сюда растопленное и остывшее сливочное масло и сметану. Я обычно беру жидкую, 10%. Конечно, можно взять любой процент жирности, но тогда корректируйте количество муки. Я даже иногда заменяю сметану кефиром, но все-таки со сметаной вкуснее. Добавляю муку с разрыхлителем и размешиваю. Тесто должно получиться достаточно жидким, таким льющимся. Выливаю половину теста в смазанную маслом форму. Размеры формы у меня примерно 20 на 28 сантиметров. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 15. Тем временем сделаю начинку. Беру черешню, она у меня уже без косточек, или любые другие ягоды или фрукты. Выкладываю в небольшую кастрюльку или сковороду и добавляю сахар. Его берите согласно своим предпочтениям, больше или меньше. После закипания варю на умеренном огне, помешивая, минут 5. В общем-то можно вообще не варить, просто вместе с сахаром сразу добавить крахмал и довести до загустения. Я же добавляю крахмал на данном этапе. Быстро размешаю и прогрею до загустения. Тем временем корж готов, он сверху стал плотным, но еще не до конца пропекся. Распределяю начинку, можно прямо в горячем виде, и сверху заливаю остатками теста. Распределяю и отправляю в духовку еще на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю остыть и посыпаю сахарной пудрой. Вы только посмотрите, какая получается красота! Отрезаю кусочек. Можно, кстати, пирог подать именно как пирог, разрезав на крупные кусочки. Но я предпочитаю нарезать кусочками поменьше в виде пирожных. Лично мне эта выпечка напоминает всем известные песочные полоски. Только здесь тесто получается чем-то средним между бисквитным и песочным. Оно менее рассыпчатое и при этом мягкое и нежное. Если вы готовите такой пирог с яблоками, то их предварительно можно не варить. Просто разложите по поверхности и присыпьте сахаром. Если берете персики, то то же самое, только немного все-таки сверху припудрите крахмалом. Друзья, не забудьте поставить под видео лайк или дизлайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Экспериментируйте и готовьте этот летний пирог с любыми ягодами или фруктами. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть и смотрите еще больше интересных и вкусных летних рецептов и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!